Привет! В этом выпуске вы не увидите голов и не увидите интервью игроков. Формат необычный, но для наших постоянных зрителей привычный. Ну а кто первый раз тут, в общем, я вас предупредил. Из первой группы дивизионы 9 добралось первое место в плей-офф сборная Грузии. Лично я не ожидал, что так будет. Респект им! Надо напомнить, что эта сборная вышла из всех дивизионов одной из первых еще в октябре. Остальные сборные участники плей-офф этого дивизиона определились только в последнем туре. 16 очков у Грузии и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных плюс 10. Напомню, что повышается и выходит в плей-офф только одна команда группы. Вторыми тут стали казахи 6 очков. У Латвии и Андорры по 4 очка и ни одной победы. Для них я заготовил одну интересную номинацию. Во второй группе сборная Беларуси только в последнем туре гарантировала себе первое место и набрала в итоге 14 очков. Также у них нет поражений за всю группу и также разница забитых и пропущенных плюс 10. Вторым стал Люксембург 10 баллов, который несколько туров лидировал. У Молдовы 9 очков, она третья. И Сан-Марина, не набрав ни одного очка, 6 поражений с 6, заранее заняла 4 место. Вылететь она не может. И вот следующий турнир начнет именно в этом дивизионе. В конце узнаем, есть ли еще сборные, которые не набрали ни одного очка. Третья группа. Ее в последнем туре выиграла команда Косова 14 пунктов. Они ни разу не проиграли и забили 15 голов. Азербайджан финишировал вторым 9 очков. Как вы видите, все команды, занявшие вторые места, имеют положительную разницу забитых и пропущенных голов. Третьими стали Фарерой 5 очков. И мы познакомились еще со сборной Мальты, у которой было 3 ничьи и набрано 3 очка. Четвертая группа. Тут Македония набрала 15 очков в группе и выходит в дивизион СИП. Команда проиграла лишь одну игру, но как проиграла Армении 4-0. У них разница забитых и пропущенных плюс 9. Армения стала второй, и она была главным конкурентом Македонии. Но по ходу турнира небрежно растеряла очки и отстала на 5 баллов. У Гибралтара 6 очков и у Лихтенштейна 4. Итак, промежуточный итог. Грузия в этом дивизионе набрала больше всех очков в 16. Больше всех забивает Косово в 15. Меньше всех пропускает Беларусь в 0 за 6 игр в 0. А вот пропустила больше всех тут Сан-Марина в 16 мячей. В конце сведем все это по всем дивизионам. Будет интересно. В дивизион СИП поднялись, соответственно, Грузия, Беларусь, Македония и Косово. Остальные тут и остались. И следующую Лигу наций тут и начнут. Дальше дивизион СИП. Из маленькой группы под номером 1 в последнем туре выходят шотландцы. Они первые 9 очков. Да, давно Шотландия не была на чемпионате Европы с 1996 года. И это для них шанс. Вторыми стали израильтяне 6 очков. И у Албании 3 балла. Но она не вылетает. Дальше поймете почему. В этой группе ничельных результатов не было. Вторая группа. Тут за тур до финиша выходит в плей-офф и повышается Финляндия 12 очков. Но забили лидеры за 6 игр и всего 5 мячей. У финнов 2 поражения. До этого мы посмотрели, что лидеры других групп максимум уступали по одному разу. А вот финны сразу дважды. Венгрия в итоге обходит Грецию и становится второй. 10 и 9 очков соответственно у них. Но ни для той, ни для другой сборной это смысла не имеет. И Эстония набрав 4 очка. Четвертая. Она понижается. В третьей группе победитель Норвегия 13 очков. Разница забитых и пропущенных плюс 5. Болгария в последнем туре упускает первое место. 11 очков. У Кипра 5 очков и у Словении 3 очка. К этой группе еще вернемся. Четвертая группа. Также в последнем туре выходит в плей-офф тут сборная Сербии. Одна из сильнейших сборных этого дивизиона. 14 очков. Румыны набрали 12 очков. У Сербии и Румынии поражений нет. Третьими стали черногорцы 7 очков. И у них положительная разница мячей. Плюс 1. Литва проиграла все 6 игр. 16 мячей пропустила. И теперь попытает счастья в дивизионе D. И так получается, что Финляндия из этого дивизиона вышла заранее первая. Остальные первые места определялись в последних играх. Больше всех очков тут у Сербии 14. Меньше всех у Литвы. В этой же группе 0. Больше всех забивает Сербия 11. А пропускает больше всех во всем дивизионе Литва 16. Но надо сказать, что в первой группе, где играет Шотландия, которая забила 10 мячей, было сыграно поменьше у них игр. И вот чем уникален этот дивизион D. Смотрите. Повышается Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия. А вот выбывают Эстония из второй группы. Литва из четвертой. Словения из третьей. Так как в первой группе всего три команды, а четвертой нет, то смотрим, кто самый худший из сборных среди занявших третьи места. Это Кипр. Получается, что из первой группы никто не понижается. А вот из третьей сразу вылетают две сборные. Кипр и Словения. Дивизион B. Украина из первой группы вышла заранее. И самой первой из всего дивизиона. У нее 9 очков. Далее вторыми стали Чехи. У них 6 баллов. У Словакии 3. И они понижаются. Смотрите, какая уникальная ситуация в этой группе. Все сборные имеют разницу в забитых пропущенных мячей за 4 тура, равную нулю. По второй группе в последнем туре все решилось. Это Швеция. Сборная, у которой был всего лишь один балл и минимальные шансы, выиграла две последние игры и выиграла в итоге группу. У нее, как и у России, по 7 баллов. Но у Швеции преимущество личных встреч. Да, обидно так не выходить из группы. Но с другой стороны, Россия в этом дивизионе, я считаю, будет более комфортнее, нежели повторить участь Исландии. И проигрывать в том дивизионе по 6-0. Лучше уж здесь набраться опыта. Ну и UEFA теперь не нужно заморачиваться по поводу игры Украины и России. Ее не будет. Сейчас не время для этого. Это мое мнение. И слава богу. Турция выбывает 3 очка. Группа 3. Босния получает повышение 10 очков. И ни разу в группе не проигрывает. У Австрии 7 очков, она вторая. И в этом дивизионе остается. У Северной Ирландии 0 очков. Она понижается. 0 побед. Последняя группа 4. Даня вышла заранее 8 очков. Сделала она это за тур до финиша. Также у нее, как и у Боснии, поражений нет. У Уэльса 6 очков. И выбывает третья команда Ирландия, у которой 2 балла. Чем же уникален этот дивизион? А тем, что сильно обновится. Останутся тут всего лишь 4 сборные старожилы. Это Чехия, Россия, Австрия и Уэльс. И придут 8 новых. Повышаются. Украина, Швеция, Босния и Дания. Понижаются. Словакия, Турция, Северная Ирландия и Ирландия. Босния набрала больше всех очков 10. Меньше всех у Северной Ирландии. У нее вообще их нет. Ни очков, ни линц. А вот Уэльс забил больше всех 6 мячей. И 4 команды забили по 5 мячей. Меньше всех забивает за 4 тура Ирландия, 1 гол. Тут также 2 первые команды групп имеют положительную разницу забитых и пропущенных. Дивизион Эй. В первой группе повторяется уже знакомая ситуация. Две сборные набирают по 7 очков. Это Нидерланды и Франция. Но выйти должна только одна. Это Нидерланды. У них преимущество личных встреч над Францией. У сборной Германии 2 очка. И она понизится. В другой группе также 2 команды набирают по 9 очков. Это Швейцария и Бельгия. Но выходит в плей-офф только Швейцария. У нее также преимущество личных встреч над Бельгией. Изобили они за 4 игры 14 голов. Исландия выбыла заранее 0 очков. Забив всего лишь 1 мяч и пропустив 13. В третьей группе первой из всего дивизиона вышла Португалия без Роналду. 8 баллов. И у нее единственное 0 поражений из всего дивизиона Эй. Итальянцы стали вторыми 5 очков. И у Польши побед не было. 2 очка и они выбывают. Группа 4. Англия в обычной игре обыграла Хорваччу. После чего сама вышла в плей-офф и Хорватов отправила в дивизион Бит. У Англии 7 очков. У Испании 6 очков. Но забили Испанцы 12 голов. Это второй показатель дивизиона. У Хорватии 4 очка. Разница пропущенных минус 6. В чем же уникален этот дивизион? Повыситься сборная не могут. Но зато разыграет между собой Кубок Лиги Наций. Мы точно знаем, что первую историю Кубок выиграет либо Нидерланды, либо Швейцария, либо хозяйка мини-турнира Португалия, либо Англия. Интересно. Полуфиналы этого мини-турнира запланированы на лето 5-6 июня 2019 года. Матч за третий и финал состоится 9 июня. Понижаются, и это было известно заранее, сборная Германии, Исландии и Польши. И держалась только до последнего Хорватия. Смотрите, что получается. Призеры чемпионата мира 2018 года, Франция, Бельгия и Хорватия, не смогли выиграть свои группы. К тому же Хорватия, вторая сборная Мундиаля, и вовсе вылетела. Итак, больше всего очков у Швейцарии и Бельгии по 9. Меньше всех в этом дивизионе, у Исландии 0 очков. Больше всех забила Швейцария 14, а пропустила больше всех Исландия 13. Начинается вторая часть нашего выпуска. Итак, из дивизиона D в дивизион C поднимаются Грузия, Беларусь, Косово и Македония. Им на смену приходят и, соответственно, покидают дивизион C, такие сборные, как Эстония, Кипр, Словения и Литва. Повышаются из C в B шотландцы, финны, норвежцы и сербы. Из дивизиона B с песней «Уходим, уходим, уходим» наступят времена почище, уходят Словакия, Турция, Северная Ирландия и Ирландия. Из B в A переходят Украина, Швеция, Босния и Дания. Вместо этих сборных теперь в дивизионе B будут играть Германия, Исландия, Польша и Хорватия. И теперь вы можете видеть, как будет выглядеть состав участников каждого дивизиона на следующий розыгрыш, если он, конечно, состоится. А теперь важный момент. Все выделенные сборные, а их 16, в своем дивизионе разыграют путевки на Евро 2020 года. Выделяется одна путевка на один дивизион. То есть, к примеру, в дивизионе D, Грузия, Беларусь, Косово и Македония проведут между собой мини-турнир плей-офф. Победитель попадет напрямую на Евро. И так далее в каждом дивизионе. Вот чем прикол. Отбор на Евро пройдет раньше. И может получиться так, что, допустим, сборная Беларуси выиграет там группу. И попадет на Евро тогда через отбор. А матчи плей-офф Лиги Наций состоятся позже. И тогда Беларусь право сыграть в плей-офф Лиги Наций отдаст второй сборной в этой группе, Люксембургу. Такая же ситуация может быть и в других группах. Допустим, шведы попадут также через отбор. И тогда в плей-офф вместо них в Лиге Наций сыграет Россия. И, быть может, матч Украины и России все-таки состоится. Третья часть нашего выпуска. Выделим те сборные, которые не проиграли за весь турнир ни разу. Дзинь. Это Беларусь, Грузия, Косово, Сербия, Румыния, Босния, Дания и Португалия. Сан-Марина так хорошо старалась, что попала в номинацию без очков. Сборная не набрала ни одного очка в своей группе. Но она не одинока. В каждом дивизионе есть такие. 0 очков у Литвы, у Северной Ирландии и у Исландии. Больше всех забила сборная Косово 15 мячей. А вот у Македонии и Швейцарии по 14 мячей. Но швейцарцы провели на 2 игры меньше. Номинация пропускун. Больше всех пропустила Сан-Марина и Литва по 16 голов. Это уже второй приз для них. В номинации Низа-Бивун победила Сан-Марина. 0 голов у трех сборных по 1 голову. В номинации прорыв турнира побеждают Грузия и Нидерланды. Лично я не ожидал, что они выйдут. Да, конечно, состав участников групп разный. Но уменьшать их заслуги не стоит. Молодцы. Настоящий прорыв. В номинации не может быть побеждает Гибралтар. Сборная выиграла в этом турнире 2 своих первых официальных матча в истории. До этого они побеждали только в товарищеских играх. В номинации разочарование это Германия. Второй турнир подряд они заканчивают в группе на последнем месте. И второй турнир не выходит даже дальше в плей-офф. В номинации ничейная команда побеждает Латвия и Андорра. Они сыграли в группе из шести игр по 4 раза в ничью. И играли они, кстати, в одной группе. Номинация обидна. Это сборная Франции, сборная России и сборная Бельгии. Все три сборные при равенстве очков не вышли в плей-офф. В номинации они старались. Люксембург 10 очков. Да и клубы из этой страны в этом году в Еврокубках тоже стараются. Но приз зрительских симпатий получает... Пишите, кто его получает. Завершим выпуск списком лучших голядоров. Как же без него? Итак, дивизион Ти. Здесь два номинанта. Драгун и Мавсисян. У них забито по 5 мячей. Дивизион Си. Митрович забил 6, а Форест и Шотландии 5. Дивизион Би. Джеку и Шик забили по 3 мяча. И в дивизионе Эй у Сефировича из Швейцарии 5 мячей. Болейте только футболом. И смотрите только качественный Ютуб. К примеру, канал Спортивный. 22 ноября. Не пропустите еще один выпуск про Лигу Наций. Про что он будет? Завтра и узнаете. Надеюсь, вы с помощью Спортивного разобрались в этом непростом турнире. Не прощаемся.